Слава Богу, братья и сестры! Давайте вместе с вами откроем первое послание к Коринфлину. 11 глава. С 23 стиха. То, что будет сегодня читаться, но мы прочитаем и поразмышляем над этим словом. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, это есть тело мое, за вас ломимы, это творите в мое воспоминание». «Так же и чашу после вечерей и сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вот. Слава Богу. Сегодня хлебопреломление. И это место мы уже многие знают наизусть и читали. Написано «Смерть Господню». Когда вы это делаете, написано «Смерть Господню возвещаете, доколе он придет». И когда мы говорим о смерти его, да, то всегда подразумеваем то, что Иисус Христос был распят на кресте Голговском. Он проливал свою кровь, его тело было ломимо за нас, кровь была пролита за нас. И благодаря тому, что кровь Иисуса Христа, она была пролита на кресте, мы смогли сегодня, друзья, с вами получить прощение. Прощение. Прощение за наши грехи и приняты в присутствии Божьи. Приняты, как его дети, приняты в его славу. И вы знаете, люди часто просят прощения. Бывает, просят на смертном одре, уже перед тем, как уже отойти в вечность. Прощение. Но прощение всегда должно иметь, знаете, как библейское основание. Для прощения должно быть библейское основание, Слово Божие. На основании чего? Есть прощение. На основании чего? И люди бывают просто, знаете, не задумываются о своих грехах, не задумываются о том, как они живут. Просто верят в Бога, который, ну скажем, такой добренький, который все пропускает мимо себя, прощает и так дальше, и так дальше. Но основанием для прощения, основанием, мы сегодня будем вспоминать об этом, основанием для прощения от грехов является пролитая кровь. Пролитая кровь. Согласно тому, что Слово Божие говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Потому что однажды человек согрешил, и написано в Писании, что если ты согрешишь, то если ты не послушаешься, то смертью умрешь. И человек умер, когда согрешил в Эдемском саду. А мы знаем, что жизнь заключается в крови. Жизнь заключается в крови. Но за себя человек не мог выкуп никакой принести. Даже если бы он сам умер, даже если бы он сам что-то сказал бы, вот, вот, я отдаю себя на смерть, все равно это бы не избавило бы его от смерти или от прощения грехов. Но пришел Иисус Христос. Мы недавно вспоминали Рождество. Пришел Иисус Христос. Написано, Бог явился во плоти. И Он стал человеком для того, чтобы своей жизнью, своей смертью нас искупить, нас простить. И благодаря тому, что была пролита Его кровь, благодаря тому, что Он пошел на крест, мы сегодня имеем, друзья, прощение. Потому что написано, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. И каждый из нас заслуживал этой смерти. Заслуживал этой смерти. Заслужить Божье прощение невозможно. Но смерти, друзья, мы заслуживали. Написано, ибо возмездие за грех – смерть. И когда мы размышляем и так видим сегодняшнюю картину сегодняшнего мира, то для многих людей, ну, как бы, живущих на земле, грех, он не является чем-то таким ужасным. Ну, сделал, ну, согрешил, ну, там, что-то... Живу своей жизнью. Как некоторые говорят, у меня Бог в душе. Бог в душе. И на самом деле грешат, на самом деле живут своей жизнью и так дальше. Но грех имеет последствия. На самом деле грех, он ужасен. Он имеет последствия. И несколько таких моментов я хотел бы с вами рассмотреть. Первый такой грех, он разделяет человека с Богом. Он разделяет человека с Богом. Написано в Писании, «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Представляете, какое ужасное состояние, когда Бог перестает тебя слышать. Ужасное это состояние. Но именно это делает грех. Именно это делает грех. Представьте, если бы Иисус Христос не пришел бы на эту землю, если бы Он не воскрес. Написано, «Проповедь ваша тщетна, вера ваша тщетна, молись, не молись, Богом услышанной не будем». Почему? Потому что грехи являются стеной между нами и Богом. Грехи наши, сокрешения наши. И хотя можно взывать о помощи, молить о помощи, что-то вот кричать, но если бы Христос не умер и не воскрес, это было бы напрасно. Жили бы все без Бога и умирали бы без Бога и в вечности проводили без Бога. Поэтому то, что сделал Иисус Христос, действительно это великое благословение для нас. И мы должны об этом всегда помнить, задумываться об этом Господе и быть благодарными в сердце Господа. Если бы не Ты пришел на эту грешную землю, я бы погиб. И представьте, вечно жить без Бога, без Его присутствия, без радости какой-то, абсолютно вечно. Это делает грех. Это делает грех. Также грех заставляет чувствовать человека вину. Когда что-то сделал не так, правда, бывает совесть наша, она судит. И написано, беззаконие, Давид пишет в 37-м псалме, он говорит, «Беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Как тяжелое бремя. Ничто так не достает, как чувство вины. Когда вот эта совесть, которая тоже нам дана Богом, не дает покоя. С одной стороны, это вроде как хорошо, а с другой стороны, это очень мучительно. Мучительно. И выхода нету. Если бы не Христос. Выхода нету. Это вот представьте, как зубная боль. Кто переживал зубную боль, то понимает. Когда пока есть боль, ты понимаешь, что нужно что-то делать со своими зубами. Но сама боль, когда вот нет возможности пойти к врачу или что, насколько она мучительно достает. Насколько вот... Ну, это такое слабое подобие. Но вина, которая ложится на человека посредством греха, когда человек грешит, и совесть, которую осуждает, она на самом деле мучает людей. Но если бы на этом было бы все и точка, но Иисус Христос пришел, чтобы избавить нас и от этого. Освободить нас, простить нас. И также грех Он вводит человека в рабство. В рабство. Написано, Иисус отвечал им. Истинно, истинно говорю вам. Всякий, делающий грех, есть раб греха. А раб Он своей воли не имеет. Куда Господин скажет, туда Он и должен идти. Не будет послушный, значит, или смерти, или наказания, и так дальше, и так дальше. Рабство. И также грех написано, он дает врагу доступ к нашей жизни, если мы совершаем этот грех. Написано, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, а дальше написано, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Иисус Христос, когда пришел на эту землю и послал на кресте Голгофском, Он заплатил за наши грехи. Мы не способны были ничем заслужить. Мы не способны были что-то такое сделать, потому что мы уже жили в грехе. И что-то такое бы сделать, чтобы избавиться от этого мы не смогли, не в силах. Нужна была совершиться чистая жертва. А Иисус Христос, написано, пришел, родился от Духа Святого, да, Дева в Ачеве примет, родит же Сына. И при жизни Он исполнил закон, Слово Божье, не совершил ни одного греха и стал той чистой жертвой за каждого из нас. Он принял грехи наши, не свои, Он был чист, но принял грехи наши. И благодаря тому, что Он заплатил, Он проливал свою кровь, заплатил за нас, мы сегодня имеем мир с Богом, имеем соединение с Богом. Благодаря тому, что Иисус Христос совершил, написано, а тем, которые приняли Его верующим, во имя Его далась быть детьми Божьими. Это означает, что мы больше не враги Богу. До этого мы были врагами Богу. Сейчас мы не враги Богу, мы Его друзья, сыновья, дочери, потому что так написано, что тем, которые приняли Его, не всем, Бог дает сегодня шанс и возможность каждому человеку покаяться, каждому человеку примириться с Богом. Но написано, а тем, которые приняли Его, дал власть, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Когда мы осознаем свою беспомощность, когда мы осознаем, что без Бога мы ничего не можем сделать доброго, когда мы осознаем свою греховность и приходим за помощью к Иисусу Христу, который есть ходатай Нового Завета, и верим в то, что Он совершил на кресте Голговском, верим в силу пролитой крови, в силу того, что Он совершил, то мы получаем, друзья, с вами прощение, избавление, потому что кровь Иисуса Христа, она заплатила за всю нашу вину, за все наши грехи, за то, в чем каждый из нас нуждался. Сами мы этого делать не смогли, сами мы, и кровь Иисуса Христа, она полностью удовлетворяет все наши нужды. Она разрешает все проблемы, связанные с грехом, все проблемы. И поэтому первое, что мы можем увидеть, когда мы читаем и размышляем о том, что совершил Христос, благодаря пролитию крови, благодаря тому, что Иисус Христос совершил, первое, мы имеем мир с Богом. Общение с Богом, которое было нарушено в Эдемском саду посредством греха, оно сегодня восстановлено, когда человек приходит к Богу, когда человек кается, когда человек обращается. Написано, и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего. Вот эта вот, как бы, вставка, дополнение, она очень существенна. Не просто так, а благодаря Иисусу Христу, через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И в другом месте написано, и так вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Слава Богу, что Господь Иисус Христос пришел на эту землю и принес нам мир, принес нам мир благодаря тому, что Он совершил мир с Богом. Второе, мы выкуплены, друзья, с вами от рабства. Мы выкуплены от рабства греха, от рабства этого мира, от рабства дьявола, от рабства этого зла. Мы выкуплены, друзья, благодаря тому, что Иисус Христос совершил. Он заплатил за нас цену. Нам сегодня достается прощение и спасение даром. Но Иисус Христос заплатил цену. И эта цена была очень высокой. Пролита была Его кровь. Написано, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Господь Иисус пришел для того, чтобы избавить нас от рабства. От рабства проклятия, от рабства каких-то наших зависимостей. И это Он совершает. Он производит эту перемену сегодня в каждом человеке, который приходит к Нему с верою. Он производит, и эта кровь Иисуса Христа, она и сегодня очищает от всякого греха. От всякого греха. Написано, что кровь Иисуса Христа, она также очищает нашу совесть. Нашу совесть от вины. Написано, ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И также кровь Иисуса Христа, она дает нам смелость или дерзновение входить в Божье присутствие. Потому что Господь смотрит на нас уже через жертву Сына Своего Иисуса Христа. Написано евреям, давайте откроем, 10 глава, 16 стих, такие слова. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не вспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приносить жертву за них». Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую. «Будем держаться исповедание, упование неуклонно, ибо верен обещавший». И, наконец, последнее, благодаря крови Иисуса Христа, Бог освобождает нас от власти дьявола. Он становится за нас, на сторону человека. Написано, если Бог за нас, то кто против нас? «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он найдет сною Бога, Он и ходатайствует за нас. Слава Богу! У врага душ людских нету больше оснований обвинять тех, которые принимают то, что дает Иисус Христос, принимают Его жертву, которые верят в то, что Он Господь совершил, приходят к Нему с искренним сердцем, с твердой верой, то уже дьявол не имеет основания для того, чтобы обвинять. До этого мог обвинять и все. А сейчас мы спасены благодаря Иисусу Христу. Слава Богу! И Он заплатил за нас цену. Мы куплены, мы выкуплены, искуплены из этого рабства. Он заплатил. Поэтому всегда и во всем пускай принадлежит слава только Ему. Нам нечем хвалиться. Мы ничем не... Друзья, если бы кто-то из нас сказал бы, что вот я там своим умом достиг, своими силами, я там святой какой-то, праведный. Нет праведного ни одного. Мы все, друзья, спасаемся благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря Его пролитой крови. Итак, что же принесла нам сегодня кровь Иисуса Христа? Что она принесла для нас? Написано, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Господь Иисус принес нам чистоту сердца, очищает наше сердце. И знаете, я не знаю, как вы, но я ощущал, когда я пришел к Богу, ощущал, и когда Господь совершает свою работу для очищения, совершает, когда, знаете, нет ничего лучше, чувство такого, как вот чистота. Чистота сердца, особенно когда вот после водного крещения ощущаешь себя на таком подъеме. Чистота сердца, все хорошо, Господь спас, Господь оправдал. И сейчас тоже, когда мы приходим, где-то, возможно, оступаемся, где-то, возможно, спотыкаемся, мы приходим к Иисусу Христу и с искренним сердцем, Господи, прости, Господи, очисти, выносим это во свет, то написано, Он, будучи верен и правен, простит и очистит нас от всякой неправды. И также кровь Иисуса Христа, помимо того, что Он очищает нас, дает чистоту сердца, она написана еще благодаря Ей, написано, верующий в Сына имеет жизнь вечную, дает нам жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Благодаря крови Иисуса Христа мы получаем от Бога вечную жизнь, благодаря тому, что мы пришли к Нему. Слава Богу! Слава Богу! И сегодня, друзья, те, которые еще не примирены с Богом, вопрос, что же делать? Что же делать, чтобы примириться с Богом? Что же, какие попытки, что совершить нужно? И находим мы в Библии ответ, простой очень ответ. Написано, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Друзья, если, возможно, сегодня у кого-то из нас есть такое, знаете, чувство, что что-то не так, что-то я не так, может быть, ходил эти дни, есть сегодня выход. Друзья, прийти к престолу благодати, попросить у Господа прощения, с искренним сердцем сказать, Господь, прости, освободи, я хочу действительно сегодня с открытым сердцем участвовать в этой заповеди, которую мы сегодня будем совершать. А те, которые еще не примиренные с Богом, Господь сегодня призывает. Господь дает сегодня шанс и дает сегодня выход. Что нужно сделать? Это признать себя виновным, признать себя грешником пред Богом, прийти к Нему, исповедовать пред Ним свои грехи и признать Его своим спасителем. И тогда через личную веру кровь Иисуса Христа, она очистит любого от порочной совести, от грехов, и Бог даст оправдание и жизнь вечную. Пускай Бог каждого из нас благословит. Те, кто еще не примиренные с Богом, на протяжении собрания, вы можете это сделать. Просто изъявить, поднять руку или изъявить желание подойти сюда вперед, сказать, я хочу иметь сегодня чистоту, я хочу сегодня иметь мир с Богом. И Господь сегодня будет совершать эту работу. А мы, друзья с вами, каждый из нас, мы в этой молитве, которой мы сейчас помолимся, пристанем пред Богом с искренним сердцем и скажем, Господи, освети, Господи, прости, Господи, мы нуждаемся в Тебе. И даруй нам сегодня вспоминать об этом, быть благодарными и достойно участвовать в этой заповеди. Аминь. Давайте помолимся. Аминь. 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 Продолжение следует...